Молодежные новости подводят итоги прошедшей недели. Здравствуйте! И в нашем выпуске вы увидите Обсуждение проблемы беженцев между норвитянами и ивангородцами Молодежная встреча ребят из Хиюма Танцевальный марафон «Горячая десятка» В пятницу в стенах Дома культуры Рогадив прошел стартин, темой которого являлась хит-парад «Горячая десятка». Наш корреспондент Катя побывала на марафоне и взяла интервью Всем привет! Сейчас мы находимся у Рогадива, где проходит танцевальный марафон. Рядом со мной стоит Екатерина, одна из организаторов «Стартина». Сейчас мы зададим ей парочку вопросов. Катя, скажите, пожалуйста, пользуется ли стартин популярностью у нарской молодежи? Да, пользуется. Стартин организовывается ежегодно и с каждым годом его посещает все больше и больше людей. И молодежь активно участвует в этом мероприятии и становится все более и более популярнее. В прошлом выпуске новостей мы рассказали о подготовке Нарвского молодежного парламента к стартину. И вот, наконец, 16 октября в 4 часа в ДК Рогадив прошел танцевальный марафон «Хит-парад «Горячая десятка», в котором приняли участие школы Нарвы, молодежные центры из Кохлоярви и Куртна и Нарвский молодежный парламент. Олеся, скажи, пожалуйста, почему ты решила участвовать в танцевальном марафоне? Ну, я занимаюсь много лет танцами, и я решила, что это хорошая возможность испытать себя. Ты принимала раньше участие в подобных мероприятиях? Да, я участвовала много в танцевальных конкурсах и в «Стартине» тоже участвовала позапрошлом году. Зажгли танцпол своим необычным танцем и команда работников молодежного центра. Судьями на марафоне были работник отдела культуры Юлиана Янна, директор молодежного центра Яна Маркова и руководитель «Эстикоду Нарвас» Анна Маркова. А девиз танцевального марафона «Танцуй, не прекращая, и зарядись энергией на всю осень». 19 октября в Центр неформального обучения «Витатим» приехали ребята с Хиима, которые принимают участие в молодежной встрече. Репортаж смотрите далее. Здравствуйте, с вами НорТВ, и мы находимся на скамболинге. К нам приехали в гости ребята с Хиима. И сейчас мы хотим позадавать им интересные вопросы и узнать, что же им понравилось тут. С 19 по 23 октября Центр неформального обучения «Витатим» принял у себя гостей из Хиима, которые приехали в Нарву по проекту «Молодежная встреча». Мне нравится этот проект, потому что я могу практиковать эстонский, английский и русский языки. Нарва очень красивый город с осенними красками. А у вас большая река, а у нас на Хиима такого нет, у нас только маленькие каналы. Цель этого проекта – способствовать общению, взаимопониманию и развитию молодых людей разных национальностей, живущих в Эстонии. Проект рассчитан на молодежь с 11 до 16 лет. Более глобальная цель молодежных встреч связана с развитием знаний о различных культурах, воспитанием открытостей у участников и в обществе в целом. В этот раз ребята посетили боулинг, делали маяки из глины, общались, одним словом, проводили свободное время с молодежью Нарвы. Во второй день пребывания в Нарве ребята отправились в боулинг. Вместе с ними пошла и наша съемочная команда. Наша самая главная цель – это общение, интеграция русскоязычной молодежи и эстоноязычной молодежи, в том, чтобы ребята познакомились, поделились культурами друг друга. Они для друг друга как жители просто разной страны, даже ни одной Эстонии. Хиима и Нарва кажутся так далеко, поэтому есть чем поделиться, есть что рассказать. И наша главная цель – чтобы они подружились и учились у друг друга. В четверг утром встреча молодежи проходила в Центре неформального обучения ВИТАТИН, где они до 12 часов играли в различные игры. 19 октября Нарвский молодежный парламент совместно с ребятами из Ивангорода обсуждали проблемы беженцев с Тармотамистой Александром Ефимовым. В начале недели Нарвский молодежный парламент совместно с парламентом Ивангорода обсудили проблемы беженцев, а также познакомились друг с другом. В первую половину дня ребята рассказывали друг о друге, перед этим заранее взяв интервью и написав текст. Во вторую половину дня молодежный парламент Нарвы и Ивангорода встретились с представителями городской управы Нарвы Тармотамистой и Александром Ефимовым. Вместе они обсуждали вопросы, касающиеся беженцев. Это все новости прошедшей недели. Спасибо за внимание и до новых встреч! Давай я буду сниматься в рекламе волос. Мне не смешно. В клубе темно. Даш, деживое платье и волосы. Это не палевая боль. Я прикрою. Дайте пейсики. Ну да, у меня просто две руки. Катя, скажите, пожалуйста, как... Два года подряд я участвовала в Старсине как участник. Я представляла... У тебя волос вот так вот улетел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!